Запоминающие устройства. Мы раньше проходили с вами про микроконтроллеров, про процессоров. Сегодняшняя тема запоминающие устройства. Память компьютера, она делится на внутреннюю и долговременную. Внутреннюю относятся операционные запоминающие устройства и постоянные запоминающие устройства, и кэш. На долговременную относятся жесткий диск и лазерные оптические диски и флеш-карты. Запоминающие устройства компьютера вообще предназначены для хранения любых данных и программных обработок. Память компьютера, она состоит из отдельных ячеек. Внутреннюю память компьютера составляет постоянное запоминающее устройство и оперативное запоминающее устройство. Что мы знаем о постоянное запоминающее устройство? Постоянное запоминающее устройство предназначено для чтения, хранения информации. В постоянное запоминающее устройство находится программа, которая записывается туда, информация в любом варианте. Они автоматически запускаются при включении компьютера. Это программы, предназначенные для первоначальной загрузки операционной системы. После выключения питания, например, компьютера, информация в постоянное запоминающее устройство сохраняется в энергозависимом устройстве. В оперативной памяти, например, вся информация, необходимая для работы компьютера, помещается в оперативную память. До этого мы проходили с вами про процессор ТЭП. Процессор может многомерно обращаться к информации, находящейся в операционной памяти. Поэтому она называется быстрый, оперативный. После выключения, например, компьютера или источника питания, вся информация, которая содержится в оперативной памяти, она автоматически разрушается в оперативной памяти. До этого мы сказали, что оперативная память – это энергозависимая. Оперативная память, она характеризуется по двум параметрам. Первый параметр – это у нас объем и быстрое действие. Возможности компьютера во многом зависят от объема оперативной памяти. Например, чем больше объем памяти, тем больше возможности по работе с информацией. Например, обладающий компьютер. Например, возможности по работе с информацией. Оперативная память компьютера состоит из большого количества ячеек, в каждой из которых может храниться определенный объем информации. Например, один текстовый символ. Скажем, в наиболее распространенных персональных компьютерах объем емкости оперативной запоминающей устройства содержит 128 или 256 мегабайт. Это у нас емкость оперативной запоминающей устройства. На первом слайде мы сказали о кэш-памяти. Кэш-память – это для ускорения действительной информации из наиболее часто используемых участков нашего операционного запоминающего устройства. Оно помещается в сверхбыстродействующие микросхемы памяти. Это у нас кэш-память. Отсутствие кэш-памяти может на 20-30% снизить общую производительность компьютера. В настоящее время широко распространена кэш-память емкостью 64-512 гигабайтов. Это у нас емкость. Теперь внешняя память. Что мы знаем о внешней памяти? Внешняя память предназначена для долговременного хранения программ и данных, неиспользуемых на данный момент. Внешняя память, в отличие от оперативной, является энергозависимой. Для работы с внешней памятью необходимо наличие накопителя или устройства дисководы, обеспечивающих запись, например, считывания информации. Второй у нас носитель. Это устройство хранения информации. Основные характеристики накопительной и носителей. Следующий у нас информационная емкость. Следующий у нас скорость, объем информации. Надежность хранения информации. И стоимость. Это у нас основные характеристики накопителей и носителей. Следующий у нас магнитный диск. Магнитные диски, мы все знаем, это круглые пластмассовые и металлические пластины, имеющие магнитное покрытие. Данные хранятся на таких дискетах в виде немагнетических областей. Например, информация на магнитные носители может записываться многократно. Большинство применений сейчас ческетов имеют размер 3,5 дюйма. Например, информационная емкость у них 1,44 мегабайта. Это жесткие диски. Жесткие диски, они сделаны из стекла и металла. Жесткие диски, это чаще всего постоянно находятся внутри компьютера. Они выполняют точно такие же функции, что и гибкие диски. Но, однако, жесткие диски способны хранить значительно большее количество информации, быстрые вращающие, в отличие от гибких дисков. Их нельзя потерять, они защищены от, например, грязи, влаги, пыли, температуры и других внешних воздействий. Наиболее популярны сегодня диски емкостью 20-300 гигабайтов. Теперь следующие лазерные диски. В настоящее время широко распространенно получили CD-ROM или лазерные диски. Записи и считывание информации в лазерных дисководах происходит с помощью цвета. Дальше идет у нас записывающий CD-диски. Потом, вы видите, он на экране про DVD-диски. Это у нас все носители, следующие флеш-устройства. В последнее время большое распространение получили флеш-карты и другие флеш-устройства. Это устройства для долговременного хранения информации. Они очень мобильны и удобны. К основным недостаткам USB-флеш-накопителя можно отнести ограниченный цикл записи, стирания, но хранящиеся в устройстве можно считать бесконечное количество раз. Цикл перезаписи на сегодняшний день ограничен. Чувствительность к радиации и электростатическому разряду обычно наблюдается в быту. Чаще всего у нас это зимой. На сегодняшний день лекция закончена. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо.